Адвокат, скажите своему подзащитному, чтобы перестал есть. Вы какой-то интеллектуал, мент. Совести там нет. Единственное, что их можно высмеивать. Мои однокурсники судьями стали. Начался хейт. Вы типа козлы. Блин, неужели столько стоит совесть? Ну я приносила пару раз в шеи домой. Адвокаты вообще очень много болеют такими болезнями, которых ты можешь подхватить только в СИЗО. Сначала потестили на адвокатуре в Беларуси, а теперь тестят на вас. Я спала, например, в СИЗО. Вот это будет интересно! Витаю! Это правозащитный подкаст «Весна априде». С вами Катерина. А сегодня у нас разговор с Марией Колесовой-Гудилиной. Сегодня она расскажет, кого защищала и будет ли защищать силовиков в Новой Беларуси. Упомянет про самые интересные ситуации в судах и то, как все можно высмеивать, для чего это делать. Как она болела из-за СИЗО и спала в нем, и почему адвокаты – уязвимая группа и уязвимая не только в ШАМе. Так что приятного прослушивания! Всем привет! Сегодня мы разговариваем с Марией Колесовой-Гудилиной. Привет, Мария! Привет! Как тебя еще представить? Знаешь, в последнее время я говорю, когда меня спрашивают, кто я, я говорю, я никто. Не, на самом деле я президентка Беларусской ассоциации адвокатов прав человека. А еще я, между прочим, профессор и PHD. А почему ты говоришь, что никто? Это внутреннее ощущение. Это после лишения лицензии адвокатской? Ну, скорее, это после уезда из Беларуси, скорее так, потому что я достаточно быстро уехала после лишения лицензии. И внутреннее ощущение такое, что мы как бы никому не нужны, но мы все стараемся сделать для того, чтобы быть нужным друг другу. Вот, с другой стороны. Но это такая внутренняя штука. А еще я смущаюсь, когда ко мне на улице подходят. Да? Да. Часто подходят? Вельмину все очень часто. И что они говорят? Не, ну плохого ничего, слава богу, пока. Но только хорошее, говорят, спасибо большое за работу. Бывают неловкие ситуации, когда ты ешь, например, бургер, да, вместе с детьми, и к тебе подходят, ты такой жешься, и с рта вываливается в бургер. А к тебе подходят и говорят, Мария, спасибо большое, вы меня защищали. А я его вообще не помню. Да. Я такая, просто, и жую в это время. То есть ты не всех помнишь, кого защищала? Ну, их было очень много людей. Слушай, были такие люди, их видела только по скайпу. А, то есть суды когда длились по скайпу, да? Да. У меня были такие, которых я не видела пока. Ну, во-первых, например, человеку дали сутки. Мы, например, обжаловали. Это на пятые сутки, им дали 15. Я сходила без него. Ну, все. Как бы после этого мы жалуемся. Ну, за редким исключением я видела кого-то. Потому что мы подписывали соглашение с родственниками. Или там, ну, в большинстве своем. Вот. Поэтому были такие, которых я реально не помню. Но есть яркие, которых я хорошо помню. А есть, ну, есть случаи, когда, например, был человек освобожден перед Новым годом. Я не помню вообще. Ну, то есть я помню как. А вот фамилию вообще не помню. Вот визуально как бы. Это просто не потому, что я их не уважаю. Нет, это уважаемые мной люди. Но просто их было столько людей, что так бывает. Вот. А еще мои друзья ржут, что я селебритина. Это не так. Вот. Ну, это просто в местных, я говорю, в узких кругах. А кого ты защищал? Наверное, не стоит говорить всех. Потому что любое упоминание, ты же понимаешь, что даже если я их упоминаю где-то, то и может прилететь за это в колонии. Поэтому, ну, скажу тебе, Дима Попов, например, в отдел Тихановского. Вот. Обвиняемый. Осужденный уже сейчас. Ну, блогеры всякие. Евгений Юшкевич, следователь бывший. На самом деле, когда его задержали, уже не был следователем. Вот. Из таких забавных. Тема белорусских. Ну, и разных людей. Председатель Сонимского райского полкома. А с ним что случилось? Слушай, на эту историю, на самом деле, до 20-го года, по-моему, на 18-го или 19-го года. В общем, телеграм-канал «Нехто» написал статью о том, что председатель Сонимского райского полкома ездил пьяным за рулем. Вот. Это переопубликовали несколько СМИ. Вот. И мы подавали в иск суд на все. Да. Да, 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 да. И вот. Ну, мне, конечно, очень много хейта вылилось в мою сторону. Недавно я отдавала интервью девочке, которой 14 лет. Это есть такой, ну, серьезно, есть такой проект, где подростки берут интервью у взрослых. Да, и вчера я смотрела перед, ну, как бы, релизом, они мне прислали. Она очень классная девчонка, и она меня спросила, знаешь, такой вопрос. Если, будете ли вы защищать человека, с которым вы не согласны? Ну, то есть внутреннее, там, убеждение и так далее. Адвокатская работа – это не про согласие с убеждениями. Это просто про защиту. Поэтому, если председателю Эстонинского райисполкома нужна была представитель защиты, ну, как бы, кому он? Поэтому мой ответ – да, я буду защищать того, кому нужна будет помощь. Хорошо вопрос от 14-летней девочки. И я такой же вопрос формулировала, который вынесла в конец подкаста, но задам я его сейчас. Давай. Все говорят о Новой Беларуси. Что будет, когда будет Новая Беларусь? Будешь ли ты защищать тех, кто совершил преступление против человечности? Селовеков, МВДшников, администрации, всяких пенитенциарных учреждений? Ну, в общем, если вот так вот говорить, что я адвокат, то я, ну, это будет странно. Какая причина, почему я не соглашаюсь? Поэтому генеральный ответ – да, конечно. То есть им нужна защита. Но есть один нюанс здесь. Им нужна защита, но смогу ли я их защищать? Вероятнее всего, нет, потому что я точно так же пострадала от режима. Поэтому здесь будет конфликт интересов. Только лишь по этой причине. Если бы это были, ну, люди, например, которые, ну, ничего, например, мне не делали, условно говоря, не участвовали ни в чем-то, но им нужна будет помощь, ну, а какая причина отказывать? Ну, то, что он мне не нравится, или то, что он неприятно, или совершил преступление, ну, защита – это же не для того, чтобы, там, оправдать. Защита – это для того, чтобы все принципы независимости суда были соблюдены. Вот и все. Поэтому, может быть, просто не понравится тому, кто нужен адвокат, как мы их бы защищали. Вот, им бы не понравилось, как бы мы их защищали, может быть, потому что, может, стратегия не такая, они бы хотели другую стратегию. Ну, тут может быть масса факторов. Вообще, да. Генеральный ответ, что им нужна защита. И если нет конфликта интересов, то почему нет? Да, вот я как раз хотела спросить, почему адвокат, ты, которая защищала, ты упомянула человека по скайпу, которому дали 15 суток, и вот получается, что в чем плен адвокатской работы, если ты видишь, что результата никакого, как будто бы. Наверное, частично это и есть ответ, чтобы соблюдены были принципы справедливого судебного разбирательства, но они тоже не соблюдаются. Ну, смотри, у адвоката много, это вообще многозадачная роль, потому что человек, который, ну, это не почтальон, меня это жутко раздражает вообще, когда начинают говорить, что это почтальон. Иногда есть случаи, конечно, когда дают, все так же давали 15 суток и дают 15 суток, но ты можешь узнать о состоянии здоровья человека, попытаться к нему попасть. Если это в Минске ты не мог попасть, а, например, в районных центрах, в принципе, можно было как-то прорваться к задержанным, ну, уже после августовских событий, уже там в сентябре, например, можно было попасть в Жодино, например, в ИВС, вполне себе, к задержанному по административному делу, на самом деле. И ты мог договориться о том, какая стратегия там дальше обжалования, есть какие-то еще дела, которые нужно человеку решить, ну, и так далее. То есть масса вопросов. Вопрос же в том, что, ну, по административному делу, да, тут, конечно, сложно с системой бороться. По уголовным делам, знаешь, генеральное такое вот есть, я все время говорю, что то, что вы видите в результате, в приговоре, это может быть только десятая часть того, что человеку могли вменить, в принципе. И это в большей степени может быть работа адвоката, правильное построение позиций и так далее. У меня есть такие случаи, где человек должен был сесть на пятнадцать, а вышел просто на домашнюю химию. Да. Ну. Ты не можешь принять. Не могу, но есть такие случаи, где просто удалось как бы так-сяк и как бы немножко, если правильно, как бы правильные слова говорить в правильный момент, то тогда и квалификация может быть другой. Это, ну, как бы ответ на вопрос, почему важно все равно брать адвоката, даже если ты думаешь, что это по маршам каким-нибудь, знаешь, там, и все равно всем дадут химию с направлением или домашнюю химию, как они говорят, ограничение свободы, без направления, как сейчас, в принципе, происходит. Но, понимаете ли, ты сначала можешь быть задержан по 342, тебе найдут еще кучу всего, и как ты будешь от этого отбиваться? Ну, получится, иногда у адвокатов получается отобиться. Так что в уголовных делах это больше видно, потому что больше времени есть на защиту, знаешь, в административных не так. У меня были пару забавных, где давали не 15 суток, а 8, например. Очень хорошо. Слушай, ну, это Новожилов, например, Ласленайев, да, но он забавный очень. Ну, им дали и Помидорова, и ему по 8 суток. И подпрыгивала я там знатно, там отправляли на доработку, потому что говорили, что он протестовал, знаешь, чем играя на гитаре. Он говорит, я не умею играть на гитаре. Ребята, что вы хотите, они... Он же приветствует. Он же поет, да. Он говорит, я пою. На следующий день этот же свидетель сказал, что он протестовал пением. Он говорит, там подпрыгивалось, такое... И Ласлен такой говорит, посмотрите на меня. Подпрыгивал. Ну, да, но это было, ну, как бы и судьи смотрят, ну, что очевидно, какая-то, ну, ерунда. Дали, да, не 15, а 8. Но все равно привлекли к ответственности, понимаешь? Вот. Ну, как есть. Вот. Так что таких историй очень много забавных. Еще есть забавная история, знаешь, тоже из заводского суда. Значит, я пришла. Он говорит, свидетель. Говорит, я Кошкин. Я такая думаю, какой Кошкин? Ну, поддельным именем представляется. Я думаю, ну, а я все поддельные имена гуглю. Думаю, может, это какой-то известный человек, там, еще что-то. Оказалось, что этот Кошкин изобретатель танка. Он умер там в 48-м году. Он его именем и фамилией и отчеством представляется. Ну, какой-то интеллектуал. Мент. Короче, я встаю, говорю, я возражаю, высокий суд. Говорю, Кошкин умер в 48-м году. Говорю, выглядит он вот так вот. Говорю, ну, уже, я говорю, если только он восстал из мертвых, я говорю, и сейчас навещает, и ходил на протесты разгонять. Судья ему такая, перестаньте устраивать цирк. Не, ну, слушай, а как вообще, ну, защищать в такой случае, если ты, ну, в этом, ну, ужасной ситуации, просто катастрофической. Единственное, что тебе остается, это сохранять какое-то чувство юмора. Просто смеяться над ними, что они просто совершают, ну, как бы, к совести, ну, взывать нет смысла уже, потому что совести там нет. Единственное, что их можно высмеивать. Вот и все. Это как с эксгибиционистами, знаешь? Ну, то есть есть правило, когда, вот, например, ты едешь в автобусе и начинает, там, ну, чаще всего мужчины этим занимаются, они раскрывают свой, там, плащ и показывают себе свои гениталии. Не нужно бояться, охать или отворачиваться. Нужно начинать смеяться. Вот. Это тоже, как бы, ну, что над ними просто, ну, понимать, что ты, их это больше всего раздражает. Когда ты сохраняешь чувство юмора, когда ты, ну, вот, показываешь свою силу. Вот. А можешь еще вспомнить каких-нибудь юморных моментов? Слушай, ну, у меня был очень забавный случай с судьей Корсюком. Да. Да, из Центрального района. Он малой вообще, просто дичь, значит. И у нас был свидетель, который говорит, он протестовал с 2.10 до 2.20 на такой-то улице. Я говорю, а как вы поняли, что там с 2.10 до 2.20? Свидетеля спрашиваю. Он говорит, ну, как, я засек. Я говорю, как засек? Он говорит, ну, засек. Я говорю, то есть вы за ним бежали и засекали? Он говорит, ну, в мозгах засек. Я такая думаю, серьезно? Я говорю, ничего себе. Говорю, а можете сейчас засечь? Сколько времени прошло с момента, как мы начали разговаривать? Вот. Ну, судья там, конечно. Но он сильно мне не сопротивлялся. Ну, ты знаешь, скажу, что у меня были с ним даже ничего такие. Он отпускал человека перед Новым годом, например. Там у мамы день рождения, например. Чувак говорит, у меня у мамы день рождения. Вот ее свидетельство о рождении. Ну, мы приперли там. Она инвалид первой группы. То есть он ее опекун, но не оформлял опекунство. Это проблема, на самом деле. Когда это не оформлено опекунство, тебе должны быть оформлены документы для того, чтобы тебя отпустили. Тогда тебя не должны осуждать на сутки. Вот. Ну, как бы тут такая ситуация. Я говорю, ну, не оформили. Ну, посмотрите. Он живет вместе с ней. Вместе зарегистрированы. Говорю, вы можете по базе пробить, что они живут вдвоем. Больше никого там нет. Говорю, мама, инвалид первой группы. Перед днем рождения останется одна. Иногда я, да, так, ну, как бы я пыталась там объяснить, и он дал ему штраф. Дал ему штраф, его отпустили. И человек мне звонил, плакал, говорил, спасибо большое. Ну, это же все равно не освобождение от ответственности. Его же не оправдали. Ему дали штраф просто. Но иногда это тоже достижение. Вот. Еще про Корсюка я тебе расскажу. Слушаю историю. Значит, когда судили там одного следователя, а мой подзащитный был свидетелем. Вот. Его привезли в кандалах. В суд. Значит. И мы такие. Меня впустили, когда его привели. Впустили в зал суда. Ну, то есть я же не должна слушать, что там происходит. Значит, тут я вижу этого прокурора. И чтобы ты понимала, этому Корсюку, наверное, ну, там, 25, да. На 5 лет он у меня младше. Адвокат второй тоже примерно моего возраста. То есть мы старше этого судей. И с ним прокурор Ромашкин. И они все такие. Не Цветков? Цветков, Ромашкин. Цветков, наверное. Да. Ромашкин, Цветков. Он тоже молодой, да? Да-да-да, молодой. Спасибо большое. Слушай, почему? Он для меня Ромашкин. Ну, он как Ромашка выглядит. Цветков, да, правда. И они такие вдвоем там начали. Мы распознаванием лиц нашли вот это. А мой подзащитник говорит, я магистр права. И вообще-то это все нарушение процесса. И следующих статей. И почесал. Каких статей? И стоит этот Цветков такой, ну, так вот наклонился. И как бы, ну, так вот. Типа, я вот делаю, извините, я не хотел. Простите, пожалуйста. Вы меня учили в университете. Ну, правда, мы... Ну, были такие, слушай, есть такие, которые мы читали лекции. У меня были таких пару человек, которые стали в прокуратуре, работали. Я им читала гражданская, нет, не гражданская, интеллектуальную собственность. Ну, такие забавные ребята. Ну, как бы ничего нового. Ну, слушай, однокурсники судьями стали. Каково это? Каково это, когда, получается, вы учились вместе, и потом на разные стороны баррикад, если это хорошее описание того, что произошло. Слушай, я об этом писала в Твиттере, потом оно разошлось большим тиражом, где однокурсник однокурсника и защищает однокурсник. Однокурсник судит однокурсника и защищает однокурсник. Это вот про нашу историю. Я защищала нашего однокурсника по административному делу, осудил судья наш однокурсник. Кто? Судья Колобов. Вот. Да никак, слушай, после этого дела, когда я написала, он начал брать самоотводы. Когда все приходили однокурсники, адвокаты. Он просто видел кто-то из знакомых, самоотвод. Хотя тут нет никакого основания, мы же с ним не родственники вообще. Вот. Ну, да никак, слушай. Я никак к этому не отношусь. У всех разная работа. Ну, для меня это преступники. Ну, как бы я могу ему в лицо сказать, ты преступник. Единственное, что ему может быть неприятно, потому что я его знаю больше, чем остальных. Мы вместе, там, ну, есть те, с кем мы там вместе, там, в группе по-английскому были, условно говоря, на юрфаке. Брюс голубого. Ну, мне обидно просто, потому что мне казалось, что он человек с совестью. Ну, вот правда, есть такие, вы знаешь, где видно, что сразу, ну, как бы какой-то козел. Ну, таких, правда, сразу видно на юрфаке. Где проблемы с совестью. А вот такого вот такого не было. И для меня это возмущение. Я не понимаю, за что он продался. За две тысячи рублей я зарплаты? Или квартиры? Ну, блин, неужели столько стоит совесть? Мне непонятно это. Ну, от слова совсем. И так же, как и непонятно, нашим однокурсникам мы это обсуждали. Ну, слушай, у нас нет никаких встреч выпускников. Понятно. Ну, мне рассказывала моя коллега, что у них, что у нее тоже, ну, как бы у всех судьи однокурсники есть, которые, вот адвокаты, кто-то есть обязательно судья. И там в Вайбере, когда начался 20-й год, начался, ну, в группах этих, начался хейт. Вы, типа, козлы, там, всякое такое. Они раз выходят, их назад добавляют, там, ну, всякое такое. Да, и такого очень много. Ну, у всех свои истории. Ну, слушай, каждый как-то пытался сказать своему однокурснику. Ну, камон, что ты делаешь? Ну, блин. Ну, кто-то слушал. Слушай, есть те, кто же поуходил? Все равно такие есть. Ну, там, что-то поковырялся, поковырялся и ушел. Нужно, кстати, тоже учитывать при, наверное, квалификации, когда в конце концов будет какая-то квалификация, привлечение к ответственности. Квалификация, понятно, преступление против человечности. Но, когда будет ответственность, нужно принять тоже это к сведению, что человек, например, осознанно ушел. Осознал, что он совершает преступление и прекратил это делать. Ну, то есть, вот так вот, наверное, как-то. Я очень хотела поговорить Про тему адвокаты Как уязвимая группа Однажды мы говорили Про вши Можешь раскрыть тему Уязвимая группа в шабе Вчера буквально Мне и мои коллеги Представили приглашение на конференцию И адвокатов засунули как раз в уязвимую группу Я такая думаю, типа что? Ну это внутреннее, знаешь, такое Несогласие какое-то, знаешь, типа Мы уязвимая группа, почему? Но на самом деле так и есть, потому что адвокат Он не только рискует, например Своей свободой Потому что каждый раз, когда адвокат соглашается На то или иное дело Если оно повернется в сторону политики То это потенциальное уголовное дело Для адвоката, то есть ты рискуешь Своей работой, лицензией Ты рискуешь своей свободой Но еще есть один факт, ты рискуешь своим здоровьем Ну в общем, у меня был случай Про вшей, тебе рассказываю Значит, про вшей Значит, два гражданина Украины Приехали на территорию Беларуси Ну как бы погуляли Очень мало И их задержали Один из них разговаривал только на суджике Второй говорил на... Плохо говорил на русском Ну я с ним говорила... Ну разговаривала на белорусской мове Он говорил на украинской То есть мы друг друга понимали Ну они из такого движения анархистов Вот И пока они сидели У них ничего не было И они сидели на окрестина В цепи Один из них Просто он так на лосо был побрит практически Я видела, как на нем Эти вши просто подпрыгивают Вот А потом он мне передавал бумажку И на нем тоже вши Я потом пришла такая Думаю, блин, все вещи В этот Ну я приносила пару раз в шеи домой Из СИЗО Ну ты что с этим сделаешь? Я откуда знаю, что... Вот я села на стул Откуда я знаю, кто до этого там сидел? Понимаешь? То есть там Потенциально это все Как бы угроза для твоего здоровья Ковидом я болела, наверное, раз в шесть Да Например, в деле Тихановского Сначала заболел кто-то один И по очереди начали обвиняемые болеть Потом начали болеть адвокаты Перерывов для этого Никому делать не собирались Если болел адвокат Им вообще пофиг было Поэтому Мы там два круга, по-моему, даже сделали Ну я не помню точно Но я один раз точно там болела И это было ужасно И ты шел в таком состоянии Закидываясь там этим Опсаринупса Типа Ну каким-то там, не знаю, колдрексом Берешь с собой колдрекс И в перерыве опять заливаешь в чашку И это... Берешь с собой чашку Ну одноразовую Тебе разрешают взять с собой кофе Ты туда, ну как бы Берешь, наливаешь Там кипятка просишь Ну всякое А потом идешь, например, в туалет В СИЗО Ну я не знаю Там можно заболеть Подхватить все что угодно Если хоть немного там Страдает иммунитет Ну то есть это как бы Адвокаты вообще Очень много болеют Такими болезнями Которые ты можешь подхватить Только в СИЗО Например Слушай, ну я знаю Случаи на это уже единичные Когда гепатитом люди заболевали Ну слушай, ну гепатитом же не от поцелуев заражаются Иногда просто можно... У тебя слабый иммунитет И все что угодно Порезал палец бумажкой Ну может быть все что угодно Самое частое это, конечно, простуды Потому что люди, которые в СИЗО, они болеют Ты с ними встречаешься в маленьком помещении Без окна Просто вот так вот сидишь Еще там, ну через стекло Это вообще ужасно Но лучше уже без стекла Потому что их эти вот меры защиты Они не помогают Человек все равно проходит Ну мой подзащитный Вот, например, Женя Он болел Вот я пришла, а он болеет Два дня проходит, и я начинаю болеть Даже меньше, чем два дня Полтора Я начинаю болеть Ну просто у меня как бы Нету столько иммунитета Чтобы это все выдержать Во-первых, там мало сна Много работы Ну и так далее Не видишь света Потому что, ну, следователю-то Кабинет с окном Понимаешь, следственные кабинеты Вот, например, ну, если так Визуально ты бы представила Володарку Есть следственные кабинеты Ты заходишь в такой как бы коридор Слева у тебя будет сидеть Постовой, там, ну, выводной И с левой стороны будут, например Кабинеты следственные То есть у них есть окна Справа Это кабинеты, у которых окон нет И право Это, конечно же, адвокатские кабинеты И адвокатские кабинеты Например, их тоже в ряд Там, например, 15 штук А пускают только в три Например, а все остальное Пустое стоят Ну, конечно, там такое было постоянно То есть что Мест нет Сидите, ждите И ты сидишь такой В коридоре С телефоном А, без телефона уже Ну, то есть ты должен ждать Работать ты С горем пополам можешь Ну, я читала, например Читала материалы дела Ну, и так далее Готовилась там к чему-то Каким-то штукам Недавно я смотрела Интервью Адвоката Навального Я расстроилась, кстати, очень сильно Почему? Потому что Можно Выехать из империи А имперцев себе Убить очень сложно Это очень печально Второе Очень много вопросов По поводу Того Как и что Трактуется Ну, в плане там Пытки и так далее То есть когда Например, называют Человек голодает Что это только пытки А условия содержания Это что, не пытки? Ну, то есть Как бы у меня есть вопросы Ну, они там Понимаешь, она там Она хороший человек Я ее знаю Она хороший человек Она прекрасно знает О ситуации в Беларуси Но почему-то На белом глазу Они все время говорят О том, что впервые Прослушивали адвоката В 22-м году А когда у нас В 20-м Или как в 21-м Показали видос С Тихановским И Наталья Мацкевич Понимаешь Ну, блин Вы не уникальный продукт Ребята Сначала потестили На адвокатуре В Беларуси А теперь тестят на вас Почему нельзя признать Очевидное Что у вас Не уникальная история Почему не сказать о том Что да У вас там сидят Несколько адвокатов Скажите о том Как за профессию Уже сидят адвокаты Из Беларуси Потому что мы всегда Упоминаем, например Что в России Точно так же Преследуют адвокатуру Нет Никакой этот Мне, в общем Жутко не понравилось Я вообще, в принципе Очень сложный голос Я на двойной скорости Посмотрела Ну, могу сказать Что для тех Кто не понимает Работу адвоката Она много говорит Там о том Что это такое И она говорит Там важную вещь Что очень часто Работа адвоката Это просто ожидание Но просто вопрос в том Что ожидание И что Ну, ты просто сидишь Или что В точку смотришь Спишь Пишешь что-то Готовишься Самая большая работа Адвоката Это подготовка К тому или иному действию Вот Только вопрос В каких условиях Ну, слушай Я спала, например В СИЗО Просто на руке Ну, сложив голову Так, знаешь На стол Потому что времени нет Там становишься В 6 утра И у тебя единственная Возможность Пока тебе Ты в 8 Заходишь, например И тебе приведут Только к 9 И ты такой Ну, типа Окей Лег Лежишь Спишь Пока Нет Но боишься Что у тебя Что-нибудь стырит Поэтому ты Вот свои бумажки Под себя кладешь Ложишься Так Чтобы ничего Не прочитали Но они-то все равно Все смотрят У них с распознаванием Текста даже есть Видеокамера Да Поэтому Писание на бумажках Иногда даже Не срабатывает Давай про веселое Что-нибудь Давай А что у тебя Если веселое Ну, на самом деле Да много Всякого веселого Слушай Я вообще Воспринимаю Недавно Рассказывала Я про процесс Очень сложно Рассказывать Это длительный Процесс С Тихановским Там, где был Тихановский Лосик Статкевич Попов мой Саков И Цыганович Вот Ну, давай смешное Расскажу Не про своего Подзащитного Надеюсь, что Меня моя коллега Не убьет Ну, это в принципе Про процесс Знаешь, мы сидим Такие в процессе Начинается Только начался Во-первых, ты понимаешь Когда ты идешь Знаешь, это интересное Такое чувство Первый день Этого процесса Ну, то есть Мы уже как бы Сходили к своим Подзащитным За день до Или там Не помню За несколько дней до Июнь Мы в таких там Знаешь, в платьях Там кто-то Разодевается в костюме Я думаю Еще я буду вам Разодеваться Пойду так, как удобно Но это было Правильное решение Потому что там Тебе надо было Спуститься на много этажей Вниз Вверх Вниз Там, короче Целый квест Короче, чтобы добраться В коридор Со стенами Цвета Тиффани Вот И мы идем И я Наташа тогда говорю Слушай, такое ощущение Что мы вот правда Вот знаешь, как Вот как в кадре Из фильма ты смотришь Я надеюсь, что это Когда-нибудь снимут На самом деле Потому что ты идешь И чувствуешь, что Ты в историческом процессе Участвуешь Ну то есть как бы Ты чувствуешь себя Частью истории Это очень круто Но было самое забавное Первый день Значит, начинаю там Типа встаньте Типа Тихановский Встаньте Представьтесь Тихановский Дата рождения Место жительства Попов И так далее Такие Цыганович 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 А он такой Дольный акция Говорит Цыганович А он такой говорит Прошу обращаться Ко мне Человек Владимир Я просто, знаешь А я в это время пишу И я такая Вот это Будет интересно Я знаю Потому что я была У него на административном процессе Это было где-то Девятнадцатом Может, начало Двадцатого года Он тоже просчитывал Чтобы к нему обращались Человек Владимир Из рода Владимиров Нет Он Принес свой меморандум И начал его засчитывать Что я гражданин мира Что-то такое И это было Очень Очень Нестандартно Из всех моих наблюдений За судовыми процессами Вот это был Самый такой Нестандартный процесс Он, конечно, Очень интересный Потому что он искал Знаешь, он сидел Там у него Уголовный Уголовно-профессиональный кодекс Он там листал Увидел, что можно Отвод, например Прекурору заявить Я буду заявлять Отвод прокурора Я говорю Какое основание Такая, знаешь, Мы там между собой Типа Шо-шо-шо-шо Ну он как бы С адвокатом поговорил Все равно встает Заявляет Вот прокурор Руколица Не, ну слушай Ну там было очень классно День начинался С отводов Вообще Мы три часа Тратили на то Чтобы заявить отвод Председательствующему Там еще что-то Каждый, короче Должен по отводу Практически Заявить Ну Статкевич Быстро же удалили Его не было в процессе Но да Это было Знаешь, такое Мы прям Была Такая команда Я вообще очень сильно скучаю Мне Гомель не нравится Допросите меня Жители Гомеля Мне там было не суперкомфортно Но суперкомфортно было в СИЗО Прикинь В Гомельском? Да Ну потому что Судили в Гомельском СИЗО И было там Знаешь, мы шли Друг друга там ждали Они там радовались Нам даже Эти конвоиры радовались Понимаешь? Это очень смешно Они там Когда начинается Ну полный бред Там Ну есть Слушай, я была Для меня открытие, конечно Канал Страна для жизни Сергеем Тихановским Потому что у него Очень много юмора Очень классного Потому что до этого Знаешь, когда ты Антологию Все не смотрел Ну слушай, у моего Подзащитного Совершенно другие там Обвинения Хоть ему тоже Вменяют эти ролики Но от начала До конца мы все равно Все не посмотрели Но и были такие Которые для меня Был шок Там был очень классный ролик Я про него везде Рассказываю Про то, как Девушка из Америки Рассказывает И сравнивает жизнь Свою в Америке И в Беларуси И они Ну правда Классные ролики Ну у него Много классной Социалки вообще Такой, знаешь Для меня Ну шок И он такой Знаешь, кто-то говорит Вот какой-то там А он очень интеллектуальный чувак Он мне нравится Ну и Дима Попов Он красивый Его рисовали Его сокамерники И прислали У него есть, кстати Телеграм-канал Называется Stay True Вот Можно посмотреть Там его нарисовали В СИЗО Гомельском Очень много картинок У него, кстати Очень грустная история Про маму И он мне писал Большое письмо Ему потом его опубликовали Потому что он попросил Об этом, естественно Историю про то Как его мама умерла От рака Он был 14 лет И они ехали В буханке Таком, знаешь Ну типа В маленьком Таком этом Мама в гробу Над сестрой Ну там было Много домашнего Насилия от отчима Ну и всякого такого Вот это он все рассказывает Но свои ощущения Которые вот Он едет там В этой Архангельской области Вообще из Архангельска Вот Ну в общем такое Знаешь Я обожаю читать его письма Перечитывать все то Что он мне писал У него такой язык Знаешь Ты вот слушаешь И думаешь Боже Ну почему же ты так Прекрасно строишь предложение Ну знаешь То есть он такой вот Прям интеллектуальный Такой вот подход Мне очень нравилось Потому что есть Те, кто с юмором подходил Ну вот например Сережа подходил С юмором К этому Ко многим вещам Ну серьезно Но как бы Он старался все равно Юморить Там Нас поддерживать Он такой Молодец Знаешь Я тебе хочу сказать Что Лосик По-разному там был Вот Но они читали газеты Или там что-то в газете Прочитают Говорят Смотри Смотри Ковальчик написал Там что-то Вот из такого вот Ну знаешь Из таких вот воспоминаний Ну из таких Слушай Что есть забавного Например Мой подзащитный Ну это не из этого дела Когда один свидетель Давал показания Он просто жевал яблоко Показывая свое пренебрежение К ним И судья говорит Адвокат Скажите своему подзащитному Чтобы перестал есть А я стою Говорю Я извиняюсь Но я не могу ему отказать В праве на еду Судья такой Да вы такой же клон Как и он Там Разорвался там Типа перерыв Это очень смешно было Вот Ну да Есть такие случаи Которые меня веселят Я просто С удовольствием это помню Знаешь Слушай Самое классное Недавно Вика Пальчис Об этом рассказывала Знаешь Я вот вспоминаю Когда Вот она родила Пока Эдик сидел Ну Эдик сидит Сейчас Вот И она родила И моя задача Я вот Ну то есть я понимала Что она вот-вот родит Я все свои дела Там знаешь Там Типа так Сяк И ждала только сообщения Типа родила Фотографии пришлют Я Ну а дома у меня принтера нет Только на работе Я специально дома не заводила принтер Потому что если заведешь принтер Как бы Ну и все будешь ждать дома Это ужасно Вот Я помню Что я бегом бежала Становиться в очередь Чтобы прийти И мне сказать Я пришла Она мне говорит Слушай Мне сказали Что мне пришла Какая-то телеграмма Говорит Но еще не показали Говорит Ну я так подумала Что она родила Да Я говорю Да Я ему там Тебе показываю Вот это очень Как бы вроде почтальон Но ты же не почтальон Ты же все равно С ними это переживаешь Ну то есть Это твои такие вот Моменты Когда ты вместе От начала до конца Идешь Ну вот Слушай У меня много таких Знаешь Которых Не знаю Там мама Рома Халилова Есть Которую ставили на колени Ну как Ну сама стала Ну как бы Ну в общем Знаешь Вот Рома Халилова Много лет защищаю Это мы подзащитны Давно-давно Вот Там с лохматых времен И вот задержали Его маму И мама Представляешь Ее ГУБОП Привез В Минск И мама сказала Я ничего не скажу Пока вы не позовете Адвоката Говорит Бейте меня Пытайте Ничего не скажу Зовите моего адвоката И мне в 22 часа Позвонил Чувак из ГУБОПа Говорит Пожалуйста Придите Потому что Она не хочет Разговаривать с нами Но они не стали бить женщину Понимаешь Они просто там Ну как бы Для этого Для того чтобы напугать человека Ну Можно просто на него наорать Знаешь Не обязательно надевать На голову Пакет Такое что же делают И с коллегами моими делали Год назад например Надевали адвоката На голову пакет Да Ну чтобы подал пароль Ну слушай И вообще адвокатов Раньше адвокатов Вообще в принципе не трогали Ну то есть сначала Аж как ну как бы Репрессии имеют Такой тенденции Типа К ухудшению И адвокатов тоже Сначала просто там Лишали лицензии Потом например Задерживали только По административным делам И лишали лицензии А теперь по уголовным делам И ну лишают лицензии И ты сидишь Вот А сейчас для того Чтобы ну вот Создать эти ситуации В которой находятся у нас Политические заключенные Инкоммуникады Ну что нужно И нужно избавиться От их адвокатов Вот и все А как ты будешь это делать Ну будешь их задерживать По жесткому Вообще по жесткому Там год назад По жесткому Задерживали адвокатов Но и сейчас Это не прекращается Мы знаем много случаев Задержания коллег Но они просто просят Об этом не говорить Не писать И так далее Просто пачками Выкидывают адвокатов Пачками А есть такие случаи Когда адвокат пока сидит У них умирают родственники Например Родители не выдерживают Сердце например И они умирают Ну просто это Как бы знаешь Когда Я не знаю Слушай Послушают твой подкаст Люди Скажут что я там жалуюсь И все такое преувеличиваю Но Просто есть очень важный Такой посыл Что нужно понять Что мы свою жизнь Тоже кладем на это все Это нужно понять Что это не просто Ты пошел Заплатил 400 рублей Ага Давайте над этим посмеемся Ну это немножко обидно Потому что ты вынужден Брать эту сумму Потому что тебе так сказал Минюст в своих рекомендациях Понимаешь Когда ты берешь меньше Ты нарушаешь Как бы рекомендации Минюста на минуточку За что тебя потенциально Тоже могут Как бы скипнуть Да есть разные случаи Но блин Я просто вот сейчас думаю Знаешь Это из последних там Новостей Где адвокатов лишали лицензии Там задерживали Там слушай Человеку там Больше 70 лет Просто вот адвокаты Больше 70 лет Это задерживают Бля А с ним вместе адвоката У которого нет ноги Ну е-мое Серьезно Он что сделает Такой был У нас был еще коллега Которого задерживали Просто Говорит Можно я протез надену Нет Ну типа Че Ну почему Ну для них Понимаешь Это потенциальный враг Хотя в то же время Адвокатура же пополняется Следаками И судьями Которые ходят из судебных систем И хотят пойти в адвокатуру Ну потому что они думают Что адвокаты Типа много денег зарабатывают Хапуги Ну и так далее Не знаю На мой взгляд Это Это полная ерунда Вот Знаешь Хотелось бы Чуть хорошее про это сказать Про это можно было бы Наверное Какой-то стендап жесткий Что с черным юмором Рассказать Что адвокат переживает Ну во-первых Мы у нас каждый раз Досматривают Ну и всякое такое По-разному Вот Давай следующий вопрос Так а следующий был Про То Почему адвокаты Не хотят Рассказывать Про свои репрессии И вообще Давать интервью Начнем Пожалуй С того Что экстремистские Материалы Ну во-первых Кто интересуется Мнением адвокатов Чаще всего Это СМИ Которые уже признаны Экстремистскими Материалами Адвокаты Остающиеся в Беларуси Для них Это потенциальная угроза Для того Чтобы Ну сесть в тюрьму Те, кто например уехал И не хочет говорить У них остаются родственники В Беларуси Которых можно задержать Там Давить И так далее Да Это логичная И объяснимая мне причина Страх за там За родных И так далее Кто-то просто не любит Публичности Ну баф такие есть Те, кто не Не хочет это делать А у меня Она на самом деле Вынужденная Просто работа такая сейчас Ну я представляю Ассоциацию А это лицо Которое говорит Понимаешь То есть Ну мои коллеги Мне доверили Сказать от их имени Там То или иное Про себя могу сказать Про то Как у многих Там Кто разрешает Пересказать их Какую-то часть Наше мнение По тому или иному поводу Ну вообще В принципе Нужно понять Что в ассоциации На самом деле Президентка Ничем не руководит Я просто лицо Которое представляет Интересы ассоциации Всем руководит Рада Ассоциации Вот Поэтому Ну я Президентка По Типа По выбранности Тоже член Рады Но как бы Решения Все равно Совместные Даже если Мне они не нравятся Но они все равно Совместные Вот Поэтому Да Есть адвокаты Которые Пережили Очень многое Но у них остаются Родственники В Беларуси Те кто остается Сейчас в Беларуси Я их очень хорошо Понимаю Я понимаю Вообще Ну и родственников Просто задержанных Людей Которые не хотят Говорить Просто это Потенциально Еще там Типа накинуть Еще чего-нибудь Вот Нас кстати Тоже признали Экстремистскими материалами Да Это случилось недавно Да Телеграм-канал Адвокаты Прав человека Обычно люди Там Например Лесли Наев Тот же Которого признали Экстремистом Террористом Написал песню Я террорист И хожу в штанах Слушала Серьезно Я террорист И хожу в штанах А все остальные Между штанах Я Тихоновская Майолат Ничего себе Серьезно Слушай Я послушаю Интересно Есть Вопл Мьюзик Ну вот А вы как-то Многие люди Говорят Что они Поздравляют Друг друга С признанием Экстремистами А вы как С этим Мы написали Нас признали Экстремистами В день Когда мы Отмечали День рождения Поэтому Вы подумали Что это Такой подарок День рождения Поблагодарили Спасибо большое Да Ну Слушай Мы просто Продумываем Во-первых Признали только Телеграм-канал А у нас Много всего Другого Ребята Которые Послушают Этот подкаст Внимательные Следите За нашими Социальными Сетями У нас Их много Поэтому Работы У вас Может быть Очень много Вот Ну Мы в принципе Порадовались Даже Некоторые Посмеялись Что Типа Признание Нас заметили Условно говоря Ну Слушай На самом деле Иногда Когда ты Небольшая Инициатива И тебе кажется Что никто Не знает В Беларуси Про тебя И когда Тебя вдруг Признают Экстремистскими Материалами Ты такой Думаешь Ага А значит Вы следите Ребята Ну Понимаешь Да Значит Это для вас Тоже Важно Что мы Делаем То есть Это как бы Что от этого Нужно сильно страдать Но это потенциально Конечно Угроза Для тех Кто в Беларуси Но страдать От этого Точно Нечего Особенно тем Кто выехал Ну и что Ну признали И что дальше Ну окей Гуляйте Мне легко Так рассуждать Потому что у меня нет Ничего Нет ни имущества Ничего Ну как бы Что они мне сделают Очередную статью накинут Ну у меня уже есть Экстремизм Поэтому Давайте еще Больше экстремизма Ну Просто Знаешь Для адвокатов Вообще В принципе Понимание Есть последствия Для тех Кто внутри Беларуси Это больше всего Что беспокоит Для Остающихся В Беларуси Коллегах Которых вдруг Посчитают Каким-то образом К нам причастными Пожалуйста Перестаньте так думать В Беларуси Никто из адвокатов К нам не причастен Вот Ну то есть Это инициатива Только адвокатов Которые выехали Хотела Хотела Задать вопрос Про универсальную Юрисдикцию Ты в нее веришь? Да Конечно Мы готовили вместе Репорт С моим коллегой Из Беларуси И еще Коллегой Из Амстердама По вопросам Универсальной Юрисдикции Преступления против Человечности Я думаю Что да Почему нет? Потому что Это хорошая возможность Единственное Что сейчас Что мешает Универсальной Юрисдикции Я для себя отвечаю На этот вопрос Что здесь только Политическая воля Потому что Все уже собрано Большое количество Сделано весной Комитетом против пыток Все сделано для того Чтобы дела уже Ну как бы Им дали ход Но Это только Политическая воля Я вижу это так Вот А так я верю конечно Почему нет? Ну знаешь Это что самое справедливое Для Беларуси? Ты как думаешь? Какой суд? Не белорусский Да я думаю Что наоборот белорусский Да Потому что Если бы был Независимый Построенный Независим Независимая Судебная система Самое справедливое Для человека Это понятная Ответственность На территории Беларуси И тогда Ну то есть Это как бы Понятно Для людей Которые пострадали Вот например Человек который пострадал Здесь Объявит в розыск Его там Тех кто его пытал И что? Он будет висеть Очень долго Или их осудят И на псенсе Да В отсутствии Такая возможность есть На самом деле По универсальной Юрисдикции Но От этого Кому хорошо? Человеку который пострадал Я думаю Что удовлетворение Так себе А вот когда есть Реальное Реальное наказание Это может быть Более Ну как бы Удовлетворительно Для человека Который Пострадал Вот Мне кажется так Эти институты Придуманы Нужен уже новый взгляд Какой-то Для всяких таких штук Потому что Недавно у нас были споры На тему Беларуса Агрессор или нет У нас проект По этому поводу Выйдет репорт На самом деле Мы это исследовали Или Страна под оккупацией И это очень Сложная Сложная штука Но тут Должен быть Новый взгляд На многие вещи В том числе На универсальную Юрисдикцию Потому что Ситуация Немножко меняется Война Немножко меняется То есть Когда ты С одной стороны Твою территорию Используют И да Ты агрессор Но в то же время Люди Которые внутри Они не согласны Хотя ну как бы Судя по опросам Там все очень плохо На ней белорусские Знаешь Такой длинный Мой ответ Я верю В универсальную Юрисдикцию Что она возможна Вот Наивно Наверное Нет Я тоже верю Я даже сделала Подкаст Про универсальную Юрисдикцию И раю вам Его послухать Давай как-нибудь Завершать будем Ну я не знаю Как Но надо На какой-то Такой Тоскливой С одной стороны Потому что Я музыку наклону Но с другой стороны Но с другой стороны Позитивные ноты Про будущее Про тебя Про то Как ты держишься Про будущее Оно неизвестно Как я держусь Не очень Слушай На самом деле Важную вещь Наверное Нужно сказать Я Думаю Что Будет все меняться Неизвестно как Но будет все равно Меняться В нашей жизни Мне хочется верить В то Что я вернусь домой Не в виде Праха Я ну Генерально Я отвечаю Что я вернусь домой В любом случае И нужно в конце Сказать очень классную фразу Потому что Весна пройдет Дякую Весна Суправдай Приде А мы Размовляли С Марией Колеса Вы Худили Дякую Мария Дякую 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 Дякую